Есть много мест, где можно наблюдать за победителями. Но лишь одно, где победителем может стать каждый. Ставки на единоборство. 1Х Ставка. Главный судья, head judge Артур Шайхов, судью клетки от Кейджсайд, scoring this championship belt. Иван Юрьевич, Фарид Нагаев, Андрей Ковалев и Александр Паводопулос. Ваш судья, кроме действия, your timekeeper, Никита Сазыкин. И со звуком сирены, referee в октагоне, your referee in charge, Максим Пратасов. Представляю вам соперников и первым претендента в синем углу клетки. Introducing to your first fighting out of the blue corner, the challenger. Ему 29 лет. Его рост 198 сантиметров, а вес 124 десятых килограмма. Он борец с профессиональным рекордом 11 побед, включая 7 побед нокаутом при двух поражениях. Лейд, the chairman. He's 29 years old, standing 1498 сантиметров tall, official weight 120.4 kilos. As a wrestler with professional record, 11 victories, including 7 wins, coming by one knockout and two defeats. Четвертый номер, рейтинг от Сильшолова дивизиона ACA. Лейд, the chairman. He's heavyweight division AC, rank number four. Из Красного, Россия. Приветствуйте, Алихан, Умар, Пахаев. А вот его соперник в красном углу клетки, обладатель чемпионского пояса. Лейд, the chairman and his opponent. Across the cage, fighting out of the red corner, the champion. Ему 35 лет. Его рост 183 сантиметра, а вес 120 и 65 сотых килограмма. Его стиль ударная техника, а профессиональный рекорд 23 победы, включая 15 побед нокаутом при 7 поражениях. Лейд, the chairman. He's 35 years old, standing 183 сантиметра, official weight 120.65 килограмма. As a striker with professional record, 23 victories, including 15 wins, coming by one knockout and 7 defeats. Дамы и господа. Дейс, тучи чемпион мира ACA тяжелым весе. Лейд, the chairman. He is a reigning, defending ACA heavyweight champion of the world from Kupten, Russia. Садим Кирей, Kupten Tank, Расулов. Бойцы, на середину. Парни, внимательно слушаем мою команду и активно защищаемся на протяжении всего поединка. Руки пожали. По углам. Не дорожимся. Капа. Все готово к началу со главного события. На турнире ACA 143 титульный поединок в тяжелой весовой категории. Алихан Вахаев в статусе претендента. Салим Гирей и Расулов в качестве чемпиона. Он в красном углу. Алихан, соответственно, в синем. 5 раундов по 5 минут. Есть в распоряжении у бойцов. Максим Протасов дает отмашку. Поехали, смотрим. Аккуратно, осторожно начинают бойцы. Ведь очень много на кону здесь. В интервью отмечал Салим Гирей, что у него есть определенные заготовки. Именно под Алихана есть два секретных удара. И даже один суперсекретный. Что же это такое? Должны вот увидеть мы. Но пока действительно все. Сейчас осторожно. Оберхенд справа сумасшедший есть в арсенале у Салим Гирея. И, конечно же, Алихан готов к нему. Но видно, что может здесь пользоваться как раз вот этим джебом. Для установления удобной ли себе дистанции Алихан Вахаев. И по-хорошему, конечно, необходимо ему это сделать. Посмотрим, как он будет работать и в каком стиле. Пока прощупывает вот тот самый джеб. Лоу-кик. Кстати говоря, в поединке по рукопашному бою, который случился в Клининграде, там ногами активно работал Алихан Вахаев. И по корпусу несколько раз здорово попал. Здесь лоу-кик. Но по-хорошему как раз, да, и, в общем-то, используя вот это преимущество в размахе, в длине конечностей, почему бы и нет. Вот как раз тот самый тайский тип в исполнении Алихана. И не забываем про непростой у Вахаева. Это тоже может наложить отпечаток. Лёстка едва-едва не провалился Салим. Но пока не спешит, в общем, в принципе, форсировать события. Вот он пояс, касается тяжелым весе, которым пока владеет Салим Гирей. Расул. Локи хлестка. Поддавливает, поддавливает Салим. Пытается скоротить дистанцию. Здесь опять вытаскивает на джеб. И вот с этим как раз справляется Вахаев. Удобная для него дистанция. Вот Салиму приходится дотягиваться. Что на руках, что на ногах. По-прежнему не самый высокий темп. Очередной лоу-кик по внутренней стороне. Вот Салим Гирея Расулова. На предматчевом интервью, на перекрестном интервью, Алихан Вахаев отметил, что он много раз визуализировал то, как он накутирует Салим Гирея Расулова. Вот сейчас нужно все эти сны притворить в жизнь. Да, сейчас так много говорят про визуализацию, успеха и прочее. Прочее. Но вот Протасов сейчас быстренько вернет нас в реальность, потому что... Вот она, секретка, видимо. Это второй удар, имеем в виду. А боковой слева, размашистая. Да, внимательно следим за действиями Салим Гирея и посмотрим, что нам может здесь показать и преподнести в качестве сюрприза Алихан Вахаев. Он готов, в принципе, здесь брать на себя роль второго номера и больше реагировать, наверное, на какие-то действия от Салим Гирея. Пропустил по корпусу. Пока, не знаю, Рамка, как тебе. Мне кажется, просто чуть побольше удара выбросил Салим Гирея в этом раунде. Да, минута 45 остается до окончания первого раунда. Смотрим. И здесь... Хорошо. Вот как раз вот этими прошивающими кроссами. И посмотрите, какое покраснение на левом бедре у Алихана Вахаева. Там один из лоу-киков Салим Гирея зашел качественно и хорошо. При этом стойку не меняет и не замедлился пока, Вахаев. Да-да, и нет никаких проблем с перемещением, что самое главное. Здесь хорошо, опять же, фехтуя вот этим джебом. И нужно, нужно работать Алихану Вахаеву именно в этом компоненте для того, чтобы добиваться успеха. Хороший передний тип. И еще один лоу-кик. Здесь поднимает уже ногу, показывает Алихану, что проблем никаких нет. Но здесь может быть и бравада определенная. Упирается на левую ногу Алихан. Фирменный стиль Салим Гирея Расулова. Он никуда не делся. Встречный джеб получился очень жестким. Наткнул. Представьте себе просто, какая сила пролетела сейчас мимо лица Алихана. Еще один удар. Почувствовал, почувствовал Салим. Вкус победы и пошел вперед. Но тут его завязывает Алихан Вахаев. Понимая, что нельзя давать работать такому крупногабаритному, даже я бы сказал, парню. Последние секунды. И вот здесь в стойке, наверное, борьбу забирает Алихан Вахаев. Но этого, скорее всего, не хватит для победы в раунде. Вот еще и Калиния подключает чемпион. Попытка стащить. Здесь удержал равновесие Салим Гирей. И все. Очень четко работает Максим Протасов. Вовремя оказывается рядом. Сразу же вклинивается между парней. Да, вот сейчас мы видим статистика. 561 день не дрался Алихан Вахаев. Если быть более точным. Вот она, та самая пушка. Как говорит Черданцев наш коллега, пушка страшная. Принципиально работал под ближнюю, конечно, Салим Гирей. И вот здесь, как только застаивается любой боец, а второй тяжеловес начинает бить, это может быть очень опасно. А чистых ударов-то тут и нет. По защите что-то застревает. Да, если быть до конца объективным, совершенно верно. Но, опять же, зная тяжеловесов, было очень тревожно. Итак, вторая пятиминутка уже стартовала. Калитка закрыта. Трое в клетке. Сейчас из них два крепких парня. Интересно, изменится ли тактика Алихана Вахаева в этом раунде. Сказал ему что-то Нурад Бичуев, главный тренер клуба Ахмад. И вот так. Такой затяжной удар вопросом. Не так много работает ногами. Вообще, Алихан Мухаев в этом поединке идет опять в борьбу. Уже в самом начале раунда. Выскакивает Салим Гирей Расулов из-под этого натиска. И опять. Какой оверхенд. Вот такой еще затяжной получился. Оверхенд Салим Гирей Расулов. Это как пенальти от Алла Широва. Все знают, куда будет бить Ширер, как будет бить. Но ничего не могут с этим поделать. А вот здесь ничего пока не смог поделать Салим Гирей Расулов с этой двойкой. Длиннющей. Эти молотки. Посмотрите, что делает Салим Гирей Расулов. Да-да-да. Это секретка номер два. Опять же, если отталкиваться от интервью, которое он дал перед этим турниром. А где же третий? Такие прошивающие между блока. Небольшая пауза. Первым номером больше работает Алихан. Да, сейчас стал гораздо больше подавливать. Почувствовал свое преимущество. Тут вновь с двойным джебом. И еще достал Алихан Вакай. Пока, с точки зрения попаданий, Алихан лидирует. Была неплохая двойка. Здесь еще одно попадание. И ногой достает по корпусу. Вахаев очередной оверхед. Никак не может подобрать дистанцию Салим Гирей. Полшажочка ему не хватает. Вахаев подходит все чаще с классической двойкой и почтальоном. Но джебом работает, а правой прямой не выбрасывает. Внутренний лоу-кейк. Ух ты, и там тоже покраснение, кстати, очень серьезное. И обратите внимание, у Салим Гирея. Вот так, как раз именно там, возле колена, с левыми ногами есть проблема. Ну такая пока, 1-1, в общем, по конечностям с уроном. Здорово. Ну, хорошо почувствовал, что будет этот удар. И еще один отвлекающий маневр левой. И высекающий лоу-кейк под ближнюю. Да, так подпрыгнул даже на одной ноге Салим Гирей. Болевые ощущения точно присутствуют там. 22 на 11 в пользу Салим Гирея. И еще один удар. Жестко размениваются. Еще пытается попасть Салим Гирей Расула. Вот вы видели это, такие рубящие удары сверху. Это секиры настоящие, пытается брать. А там Досет посладелся немного Салим Гирей здесь. Официально подопреждаем. Нет, не стал, не стал снимать балл Максим Протасов. А вот в аналогичной ситуации, кстати говоря, Виктор Корнеев. Несколько турниров назад балл снял. Это индивидуально. Продолжается поединок здесь. Салим Гирей вновь получает подближнюю. Пока очень тяжелый поединок получается для него. И постепенно, постепенно перебирает. Разные варианты атак. Алихан Вахаев и инициатива переходит ему в руки. Мне показалось, что в первом раунде поострее был Салим Гирей. Я беру отдельно только раунды. Не полностью поединок. То есть Тиберам кажется, что в этом отрезке лучше Алихан. Абсолютно точно. Как-то он прощупал вот так, потихонечку, потихонечку. Уходя от тяжелых размашистых ударов с Алим Гирея. Никуда не спеша. Вот работая этим джебом. Просто такая пошаговая стратегия, поступательная работа, которая, в общем-то, приносит свои плоды. Ух ты! Действительно, есть много чего похожего. Средневесов, полутяжеловесов. Полусредний, просто средневесов. Но вот тяжи, это что-то особенное. Это отдельно и борьба отдельная. Другая совсем более плотная. Ну и, конечно, нокаутирующая мощь. Еще один лоу-кик. Да, сейчас очень тяжело приходится с Алим Гиреем. С этой ближней ногой. Когда сойдет адреналин, конечно, это будут большие сложности в передвижениях. Я думаю, по приезду в гостиницу как раз мы это ощутим. Последние секунды. И второй раунд заканчивается. И ваша поддержка, Краснодар! Краснодар! Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Салим Гири сейчас пытается все-таки донести свой удар до цели. Очередная закидуха. Но там за километр все видел. Алихан Бахаев. Джеб мимо. Да, начал сбивать эти джебы с Алимгири Расулов. Здесь хорошо корпусом отклонился несколько раз, потому что удары были очень опасные. Стал перекрывать джеб. То есть по ходу поединка парни находят некоторые противоядия для атакующих маневров. Что с той, что с другой стороны. Интересно, с какими мыслями сейчас смотрит этот поединок Тони Джонсон? Ведь наверняка же смотрят. Да, оценивая каждого из этих парней. Салим Гири он проиграл. А с Алиханом должен был драться. Но тогда как раз Салим Гири вышел на замену. И пояс у американца забрал. Да, сложилось впечатление, что отшатнулся назад Салим Гири Расулов. Из-за ударов. Но нет, скорее просто потерял равновесие. Потому что в полном порядке находится. А тем временем Алихан Вахаев давит. И постоянно берет инициативу в свои руки. Вот сейчас опять поддавливает. Казалось бы, может состояться хорошая серия. 24 на 15. В пользу Вахаева. Это удар ногами. И половина боя у нас уже позади. Очень хороший, скрытый был удар с дальней руки от Алихана Вахаева. И дошел он до цели. Здесь Салим вновь проверяет корпус. Есть тоже там кровоподтеки. Здесь хотел левым оверхендом бросить через руку. Но не удалось. Ну что же, вошел в режим боя Алихан Вахаев. Здесь по корпусу достал. И Алихан достал в ответ. 1-1. Здесь Джеб точно. Кажется, Алихан начинает переходку перебивать. И в борьбу заходит Расул. Кто бы мог подумать. Клинч. Полторы минуты. Чуть больше. Супер энергозатратный. Может получиться борьба для этих парней. Поэтому я думаю, что не будут они бороться. И там же все может очень быстро и закончиться. Учитывая, как проходят добивания в тяжелом весе. Мы сегодня посмотрели уже исполнение Мухаммада Вахаева. Получается, что по корпусу больше попадает Салим Гирей. А в голову хорошо работает Джебом Алихан. Но все-таки удары в голову ценятся чуть повыше. Также нет ударов с вращением Бехестов. Вертушек вообще. Хотя они есть в коллекции у Расулова. Ну, не тратят силы. Я более чем уверен. Тем более, что менее минуты остается у нас до окончания третьего раунда. Все очень близко. Но в этом раунде действительно Вахаев смотрится чуть увереннее. Смотрится ли он увереннее настолько, чтобы забрать раунд в глазах судей? Показать выступление, достойное для претендента? Да, пока сложно сказать. Наверное, конечно, самым понятным и правильным решением, это победить досрочно для любого претендента. Тут и вопросов никаких нет. Ну, вот вечная же история, да, что президент должен явно выиграть у чемпиона, чтобы ему отдали победу. Здесь Олеган Анахай в клинче. Несколько ударов еще нанес. И сейчас будет перерыв колено от чемпиона. Перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пытается вывести таз Расулов Да, но я думаю, что в случае тяжеловесов мало шансов на то, что удастся здесь сменить позицию Посмотрите, рискует Салим Гирей, пытается мастить, но нет, положение ощущения не меняется Более того, там и ручным треугольником начинает постепенно угрожать Алихан Да, есть как будто бы задача перебраться в положение бокового контроля, но это надо в другую сторону, а там сетка не очень будет спадручно Поэтому здесь пока лежит сверху и скорее, наверное, на обозначение активности идет работа Да, здесь понятно, что 1-0 по переводам Счет открыт Да, совершенно верно Вопрос, сколько будет этих переводов и сможет ли выбраться Салим Гирей вообще из этой борьбы в этом раунде Левое колено никуда не переставляет Алихан Вахаев ни на живот, ни в сторону Пытается рывком вот как-то избавиться от лежащего на нем Алихана Вахаева Салим Гирей Расулов Пока ничего не получается Я не исключаю, что мы и до конца раунда, в принципе, можем досмотреть подобную картину Если только не увидим вот этой активности от Вахаева, который просто сейчас надрываются секунданты Кричат ему, чтобы он наверняка был активнее и пытался использовать эту возможность Колено здорово по корпусу заходит, причем в область солнечного сплетения Алихан Вахаев тоже экономит силы Вообще такой энергосберегательный режим и того и другого, в принципе, в этом противостоянии Да, как будто им еще поединок нужно будет провести после этого Но сейчас подраскрылись, честно Давай тоже не будем, наверное, так сурово судить Но это однозначно отрезок в пользу Алихана Вахаева Он сразу же перевел, практически сразу же И здесь хороший контроль, эпизодические удары по корпусу Да, честных ударов в голову там нет И здесь Хаавгард Попытка была за счет правого колена отключить левую руку у Саленгерея И таким образом получить преимущество для того, чтобы тот не перекрывался Очень сейчас много сил будет потрачено в этом эпизоде Да, не самом зрелищном, наверное, но так или иначе И вполне возможно, что если так все закончится, то счет перед последним раундом будет 2-2 А значит, 5-й будет решающим Прекрылся там от колена, от правого Саленгерея Да, просто как паук, в общем, обхватил Илья Семенов, я не знаю Можно массу сравнений приводить Но нет никаких возможностей у Саленгерея встать Методично работает Алихан Вахаев Для того, чтобы не подняли Протасов хотя на изготовке, честно говоря 30 с лишним секунд еще в этом раунде И работа определенная присутствует? Нет Все-таки Максим Ротасов поднимает бойцов Надоело Вот такое Максиму Итак, шанс для Саленгерея как-то реабилитироваться в этом раунде Джеб обоюдный Мимо дважды От Вахаева Протыкает джебами Посматривает на время Видно, что усталость потихонечку дает о себе знать И, видимо, у нас будет максимально упорный пятый раунд Сейчас про положение бейбан При одном Revolution Аgarita Секрет Какая область Ответ Агент Про ограничить Условение Продолжение следует... Все посторонние лица покидают клетку и впереди пятый заключительный раунд в противостоянии Салим Гирея, Расулова и Алихана Вахаева. Сразу же с джеба начал и идет вперед Салим Гирей. Колено по корпусу от Алихана. Вот кто сейчас займет позицию в борьбе, возможно, заберет и этот раунд. Да, сейчас архиважный момент наступает для каждого. Салим выходит из этого положения. Попытка побороться здесь. Рубанул оверхенда по привычке. Да, вот сейчас полный форсаж. Самое время врубить на полную мощность. Здесь изнутри хорошим апперкотом. И хватает воздух ртом сейчас Салим Гирея Расулов. Да, много-много он выбросил. Первые 10 минут боя вымахался маленько. Алихан кажется чуть свежее. Ничего не происходит. Но не спешит тоже идти вперед. Здесь опять обоюдный джеб. Хорошая попытка апперкота со стороны Алихана Вахаева. И вот здесь сейчас решается очень многое. Нет перевода. Пока нет. Но пока один оверхенда был в пользу Салим Гирея. Попадает еще раз. Совершенно точно. Есть задача у Алихана Вахаева перевести в борьбу Салим Гирея Расулову. И сделать ровным счетом то же самое, что в предыдущем раунде. Смотрим. Смотрим. Здесь уже только на характере. Только на морально-волевых. Устал. Очень сильно устал Вахаев. Резко просел. Вы посмотрите, что делает. Просто подходит Салим Гирея и втыкает удар. Ну и выдохся, конечно, выдохся Расулов. И какой валитольный выдают сейчас отрезок. Поглядывает на время Вахаев. Получает челюсть джебом. 1-1 здесь сейчас было. Но апперкот в стиле Альберта Туменова старается выбрасывать Алихан. Кто кого передышит, кто кого перестоит. Просто сейчас в бешенстве Мурат Бичуев. Да-да, он подстегивает своего подопечного. И еще одна атака. С левой руки достает Салим Гирея. Руки у него опущены. Вновь борьба. Стойка. Очень важный момент. 2.50 еще. Зацепил полносу. Так чел, но Алихан соперника. Еще пытается апперкотом достать. Разбита правая бровь. Оттуда сечка. Там сечка, прошу прощения. Оттуда кровь. Ну что ж, будет вот та самая супер секретка. И если на нее силу, а у Салим Гирея. Да, просто уже уходит от ударов. Это даже не попытка переместиться, это просто уйти. Ой-ой-ой. Какой апперкот. Но сил уже нет абсолютно. Ни у того, ни у другого. Желковато в зале. Еще раз отмечал. И были опасения о том, что у Сталова очень сильно. Именно тяжеловесы обсуждали мы это, кстати говоря, и с судейским корпусом. Еще перед турниром. Ух ты! Попал здесь Вахаев. Жестковато. Попытка побороться. 2 минуты еще в этом бою. Держит, держит баланс Алим. Здесь хорошая попытка в одну ногу. Расставляется Расулов. Но здесь, наверное, просто желание переждать этот момент. Вкладывает Корбос. Вахаев посмотрел, видимо, на часы. Очень осторожный хаммерфисты по бедру. Защищается Салим Гирей. Да, контроль, наверное, стойки здесь может считаться Вахаеву. Вахаеву тяжелейший бой. Конечно, тяжелейший. Все очень тяжело. И раунд здесь получается близкий. Заливает лицо Налихану Вахаеву кровью. Делая такую окружность, как Робокопу. Широченная защита от чемпиона. А сейчас к активности призывает Максим Протасов. Абсолютно верно делает. Ух ты, льется из носа, по-моему, кровь. У Салима Расулова. И вот сейчас, наверное, все-таки рефери вмешается. Определенная работа есть. Колени пробиваются по бедру. Ну да, и номинально не получится остановить. Но опять к активности призывает Протасов. Здесь попытка стащить Расулова. Но просто, наверное, не хватит сил сейчас Алихану Вахаеву. И очень важно, кто последние секунды заберет, когда все-таки окажутся на дистанции спортсмены. Если окажутся. Тяжелейший бой. Опирается на сетку. И 20 секунд всего лишь остается. Третье предупреждение. Последнее китайское, как говорится, от Максима Протасова. Любое решение может быть в этом бою. Потому что, по факту, мы должны оценивать в последнем раунде вот две минуты борьбы, контроль от Алихана Вахаева и три минуты стойки в начале. Да. Отправляемся в клетку. Там сейчас будем выяснять. Действительно, поединок дошел до судейского решения. Оно может быть раздельным. Близких поединков было много в карьере у Сарингирея. Алихан Вахаев вернулся после длительного простоя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гаджикараев пытается помочь. Подняться Сарингирею все силы он отдал в этом бою. А у нас небольшая пауза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поднимается Сарингирей. Итак, есть решение и уже празднует успех Алихан Вахаев. Да, возможно, он победил. И у нас новый чемпион. Не будем забывать, что статус все-таки у этого поединка именно чемпионский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Бартагоне президент Лиги АСА Алексей Яценко. Итак, дамы и господа, по завершении титульного боя обратимся к судейским запискам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все пять судей одинаково оценили этот поединок 49-46. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу и стал новым чемпионом мира, АСА в тишаном весе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поздравляем Алихана Вахаева. Новый чемпион в лиге теперь. Поздравляем Алихана Вахаева.